Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Марина Мексика рассказала о своем статусе на острове любви. Девушка пишет, Никита меня встретил с красивым букетом красных роз. Поговорили о моем статусе, было три варианта – служанка, невеста и помощница ведущего. Я выбрала третий. Хотя в этом сезоне самая яркая служанка тоже претендует на 1 миллион рублей. Также Мексика отказалась от предложения Никиты переехать жить к нему. Она считает, что это серьезный шаг и для начала хочет узнать его поближе, а потом уже думать о совместном быте. На Сейшелах началась эпидемия африканской лихорадки. Но ребята не сдаются и даже с высокой температурой продолжают строить любовь. Лиза Полыгалова и Денис Баранов расстались. На голосовании с перевесом в два голоса ушла за ворота Саша Платонова. И на этом женском голосовании чуть было не выгнали Дениса Баранова. Денис испугался и, чтобы не быть выгнанным на следующей неделе, вернулся к Мае Донцовой. Ира Пинчук, несмотря на расставание с Ваней Барсиковым, плачет из-за него. По слухам, Ваня собрался на отдых в Доминикану с новой знакомой. Андрея Чуева расторожает увлечение Марины Африкантовой живописью. Маринка опять со своими картинами, пишет Чуев, когда она уже поймет, что в реальности важнее не картины, а гораздо более важные вещи. Как и Марина, Костя Иванов тоже высоко оценил свои художественные способности. Вот его картина, преподаватель сказала неплохо, пишет Костя, а я считаю великолепно. Все свои картины продают, а я повешу на стену и тоже продам. Инвесторы, меценаты, пишите. В сети ходят слухи о романе Антона Гусева, который недавно расстался с женой, и Вике Романец. Якобы пара собирается лететь на отдых. В прямом эфире тоже обсуждали эти слухи. Вика не считает нужным их комментировать, а Антон написал опровержение. Друзья, не верьте никаким идиотским слухам. Все это слухи злых и безмозглых людей, опровергая всю информацию, полный бред антифанатов. Также ходят слухи о расставании пары Эллы и Игоря Трегубенко. В последнее время Элла почти не выкладывает фотографии с Игорем. Трегубенко тоже написала опровержение. Специально для тех, кто потерял этого парня. Если я не публикую каждый день фото с мужем, это не значит, что меня бросили или все плохо. Миллион фото и признаний на публику никому никогда не продлили отношения. Ольга Бузова намекнула, что Дима Тарасов при расставании забрал некоторые свои подарки. Один из сотрудников канала ТНТ, где работает Бузова, опубликовал в инстаграм видео, где она уверенно заявляет, что ей сейчас нужен автомобиль. И подписчики сразу предположили, что Тарасов попросил жену вернуть ему подаренный ей Мерседес. Бывшая участница проекта Стелла Мунас появится опять в телеэфире. В свое время уход Стеллы с проекта вырезали из эфиров Дома 2, потому что она обидела Черкасова и администрацию. А теперь Стелла планирует принять участие в шоу канала ТНТ «Холостяк». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.